Всем большой привет! Мы с Кристиной переехали в новый город, в новую квартиру. Будем теперь жить в Лорете. Вместе с Валентиной. Смотрите. Чтобы вы понимали, город Лорет это как Салоу, только на Коста Браве. То есть тоже тусовочный город, больше для молодежи. Тут очень много приезжают чисто на дискотеки, тусить и в общем, даже очень интересное место. Но прикольно. Ну что, не успели мы выйти из дома, уже нам предложили скидку в какой-то ресторан. Прям под домом Валентина. Что там тебе дали? 10% скидку еще? Кебабишный? Да. Ну классно, пойдем в кебаб. Мы жарим. Тоспар? Странно, что нас подняли сразу на второй этаж. Там вниз, внизу походу входа не было, или мы его не нашли. Что, нам надо вниз идти тогда, да? Тут ничего нету? Что нам нужно? Подняли, чтобы потом спуститься по лестнице, да? Видно сразу какой-то город. Смотрите, какое огромное дело алкоголя. Что, берем бутылочку? Сейчас Кристиной разопьем. Офигеть, вообще, кто такой покупает? Вот наша закупка. Тут, в принципе, немного. Но я думаю, в Спаре выйдет дорого, да? Ну, у нас дорого по нашим домам. Да? Тут, думаешь, дешевле будет? Не, я думаю, нет. Но цены дороже, чем в Супл-Маркете. Да? Потому что эти магазины открываются только на СИЗО. Зашли в кафетерий, который нам посоветовала Валентина. Вот такой вот он на улочке. Я заказала себе апельсиновый сок, Дима кофе. Сейчас выпьем. Дима съест бутерброд, который я сегодня ела. Приготовила еду, обед. Вот, Дима что-то перекусил бутербродом и не захотел. Хотя я приготовила ему салат. А я буду кушать свою вкусную еду. Даже сделала авокадо-тост с хумусом. Вот, идеально. Выезжаем мы на пляж, и тут, оказывается, лифт в паркинге. В кафе, да. Вообще кайф. Да. Это как... Это Марвел. Ты по-любому в Марвеле, да? В этой секте супергероев. Ну, блин, прикольно вообще. Приехали мы уже домой. На пляж не снимали много, потому что это был полу-нудистский пляж, и очень много людей загорали топ-лес. Так что без съемок обошлись. Завтра я, кстати, на этом месте работаю. Но не именно на пляже, а сверху там есть ботанический парк очень красивый. И у меня там будет свадебная съемка. Так что поедем обратно туда. Я еще дроном там полетаю. Сегодня тоже вроде как хотел полетать, взял дрон с собой, но переменная такая какая-то погода была. То солнце, то облачное. Кристина делает нам ужин. Вот мой салат, кстати, который Кристина мне сделала на обед. Но я что-то не хотел есть в то время, а уже проголодался. Море на Коста-Браве холоднее, чем у нас в Салоу, на Коста-Дораде. У нас прям намного теплее, да? Да. Тут прям заходишь, и вода такая ледяная. Но хотя есть свои плюсы, то что тут нету очень мелкого песка. То есть тут больше как галька такая, и вода из-за этого прозрачная. Мы сидим и смотрим, как Валентина меняет образы. Давай, что в этот раз будет? Пока смотрят, реально. Это уже третий образ. О, следующая. Нам с Кристиной повезло, потому что у нас всего по две вещи с собой. Так что выбор небольшой. Три. Я три платья. А, ну все, три платья. Я мой розовый голубой. А у меня... Ну, у меня тоже, кстати. Не, ну, у меня три черных футболки. Одна белая. И одна еще... И одна еще какая? Бежевая. Так что у меня есть выбор. Особенно между тремя черными футболками. Че там такое? Опять? Нормально. Че нормально? Нормально, ненормально? Ты в итоге не идешь в этом, да? Нет. В смысле не берешь кофту? Нет. Ты че, оденься иди, давай. Уже наконец-то вышли. Уже даже зашли в один бар. Тут вот сзади нас посидели где-то часика пол и решили прогуляться. Потому что все курят беспрерывно эти сигареты. И я понимаю просто, что Кристине невозможно этим дышать. Нет, дышать вообще и так сложно. Ну да, и так сложно. И люди еще через каждые пять секунд... Мориквану? Он только докурил ее, сразу достал новую и опять курит. Оставили мы Валентину с подружкой. Она осталась в баре. Мы тоже с ними посидели где-то часика пол. И направляемся в сторону дома. Потому что завтра мне нужно будет рано вставать. Ну как рано? В 10.30 мне надо быть на съемке. Но из-за того, что у меня супер необычный график, и я ложусь обычно в 3 часа ночи, то мне будет сложно адаптироваться к такому раннему подъему. Через час уже наконец-то вступит этот закон в силу, то что можно будет спокойно ходить по улицам без масок. Если вы заметили, конечно, мы и так нечасто их носим. Ну то есть у меня она всегда на шее. Но в любом случае теперь можно законно ходить и без маски. Я вижу много людей, которые уже без маски ходят. Ну да, но осталось уже меньше часа. По новым правилам ты должен будешь только носить маску, одевать в общественных местах каких-то. То есть если... Ну да, да. В помещении, либо вот в автобусе, в метро. Ну то есть более-менее уже нормально. Доброе утро всем. Давайте посмотрим, на улицу уже люди ходят без масок или до сих пор по привычке кто-то их все-таки носит. Ну что, мы вышли. По-прежнему много людей ходят в масках. И я, кстати, прохожу возле Тропикс. Видите? У нас в Салоу есть Тропикаль. Это самая известная дискотека. И тут тоже есть свой Тропикаль, только он немножко по-другому называется. Не Тропикаль, а Тропикс. Тропикс. Поставили машину на бесплатный паркинг. Из-за этого так долго нужно идти. Напомню, что сегодня снимаем свадьбу в ботаническом саду. С первой локацией мы уже закончили. Едем еще на вторую дополнительную. Она появилась так внезапно. Ребята захотели, чтобы я поехал в небо отель. Тоже сделал там пару фотографий. Ужасно жарко. И, кстати, не успел поснимать блог на самой съемке, потому что я делал и фото, и видео. Из-за этого еще и блог снимать мне точно бы времени не хватило. Поставлю пару кадров из дрона, чтобы увидели красоту. И едем на вторую локацию. Ну и дорога, конечно, в этот отель. Это просто жесть. Асфальта нет. Прикольно. Смотрите, какой тут замок находится. Неожиданно. Дима освободился с работой. Мы приехали к друзьям, которые остановились в кемпинге. И здесь бассейн кишит людьми. Сегодня прям очень много. И мы ждем, пока наши друзья, наша компания придет, потому что они пошли на море. Мы решили сюда прийти, потому что проблематично запарковаться, из-за того, что очень много народа. Что вы скажете по этому поводу, Дмитрий? Да, я полностью с вами согласен, Кристина. Людей очень много. Бассейн переформленный людьми, детьми. Ну, и что я могу сказать? Ну, это печально. Пляжи, по всей видимости, сегодня были тоже переполнены. Где ваш гигантский дом? Хоромы ваши. Типа здесь. Мы сначала размотрели, было просто... Слушай, ну прикольно. У вас тут можно вещи тут всякие? Да мы начали разлаживать. Я думаю, Влад, ты что купил? Воу-воу-воу. Гигантские большие. Так, мои трусики не покажут. У нас уже продая палатка. Надо посмотреть. Она сейчас 5 раз стянула, она это так смотрится. А когда она разложила на пол, она... Крутая. На картинке было, что тут стоял стол, который продается в котлоне, и кухня тут сделала. Что, у вас стола нет? Нет. Как так, Лиз? Ты что, не захотела стол? Ну, на следующий год уже можно докупать. Ну, да. Если поедешь в машину, в палатке. Так, самый кайф ехать на север. Мы на север обычно ездили в Испании. Вы были там? Нет, не разу. Вот там вообще круто. Да. С вашей палаткой поедете? Смежо, океан, ну все. Да сюда человек 8 залезет. Ну, да. Может, надо с одной палаткой спокойно ехать. Ну. Что там Влад ковыряет? Влад, что там делаешь? Проверяешь матрас? А? Надуваешь. А, надуваешь? А палатка вот эта классная, смотрите. Как будто фонарик. Я тоже сначала подумал, что это кто-то светит. Попрощались мы уже с друзьями и выдвигаемся в путь. Тут не будем оставаться, потому что уже устали на самом деле. Целую неделю не были дома. Подустали так изрядно. Нужно уже направляться в сторону дома, потому что дом с нами соскучился. Еще и завтра я договорился пойти и спортиком заняться, в паддл поиграть. Уже забронировали на 12 часов, так что двигаем в сторону Салоу. Классно, конечно, то, что компания все собралась и... Но это не это время, а то, что тусить. Потому что уже ночь, я знаю, то, что начнется туса, кальянчики и все остальное. И музыка для Кристины, это, конечно, не лучший период, так что мы уже двинем домой. Будем отдыхать. Едем. Я почувствовала в животе схватки, представляете? У меня сейчас 31 неделя, и, в принципе, у меня могут быть тренировочные схватки в Брэкстен и Хипстен. То есть, не болевые схватки, которые могут происходить в течение дня. И, как бы, я на самом деле не знала, что со мной происходит, но так как сейчас у меня вот, ну, все чаще такие бывают какие-то ощущения, я поняла, что это именно оно. То есть, это вообще не болезненная какая-то штука. То есть, просто как сжимает живот, и немножко как в голове вот давление или что-то такое. Вот. Необычно, конечно. Но они бывают редко, поэтому, в принципе, это не опасно. Ну, что при них происходит, получается? У тебя живот сжимается тоже как-то? Ну, это, как и получается, да. Необычно очень. Но я читала в интернете, что это полезно в том плане, что, когда идут тренировочные вот эти вот схватки, во-первых, организм подготавливается, во-вторых, ребенок, ну, занимает как правильную позицию. Потому что я на самом деле не знаю, как у меня там наша пупся лежит в животе. Вот. Так что интересно. Скоро будет УЗИ, и нужно будет спросить у доктора, что там, как оно лежит. Да. Так что мы направляемся домой, и осталось уже совсем чуть-чуть. Час двадцать. Вау! Субтитры сделал DimaTorzok